всем привет приветствую вас на своем канале и сегодня будет обзор вот такого необычного тюнера от европейского производства alma thd 2771 он очень интересный не только своим белым цветом потому что все привыкли к черному но и еще много-много чего вы сегодня узнаете об этом тюнере я его сегодня вам распакую покажу комплектацию расскажу об особенности этого тюнера и подключу к телевизору так что поехали так что вот этот тюнер это производство чехия компания называется alma она в европе очень известная популярная они выпускают разные т2 спутниковые тюнера и вот мне попал такой на обзор тюнер белого цвета все уже привыкли к черным тюнерам много китайских брендов выпускают черные а вот этот белый это уже отличие от других тюнеров это тюнеры еще очень хорошо соответствует всем европейским стандартам прошел хороший контроль в украине он себя тоже хорошо показывает держит хорошо сигнал еще это тюнеры можно использовать в качестве мультимедийного проигрывателя он поддерживает много форматов mkv av mp4 новые другие форматы читает кодек h 264 есть выход usb 2.0 поэтому можно подключить флешку смотреть разные фильмы он мало берет энергии только 8 вот так что он очень слабенький меньше чем лампочка даже берет вот такая у него коробочка интересная алма название здесь все пописано по-чешски английский и слова язык так как это тюнер производства чехии как я уже говорил вот поддерживает он full hd 1080p mkv формат ави так что с флешками будет читать все форматы так открываем коробочку внутри вот такой замечательный пультик тоже корешка почему-то оказалось открыто вот такая здесь стояла защита для батареек но сейчас мы вставим чтобы уже потом к телевизору когда подключим чтобы это все тестировать защита это была защита от батареек мы уже вытащили вот такой пульт обычный стандартный но удобный похожие на другие китайские пластик такой только более крепкий так вот это такой блок питания тоже алма написано 5 вольт 2 ампера такой и вот мануалочка такая есть такая подробная книжечка здесь все все описано здесь тоже на чешском английском и словакском языке русского языка нет ну разобраться все можно такая мануалочка книжечка и вот сам вот этот тюнерок небольшой белого цвета очень хорошо будет смотреться возле вашего телевизора здесь есть такое охлаждение так что уже греться он не будет все порядку здесь тоже есть вот этот юсб 2.0 выход есть и злоде вот еще один плюс этого тюнера много телевизоров осталось асс карт выходами а тюнера в основном продаются с выходами тюльпана но здесь очень хороший плюс это с карт выход поэтому не надо никаких переходников так что у кого телевизор остались этими с картами обращайте внимание на этот тюнер очень удобная функция здесь есть антенный вход выход на сабвуфер выход звука можно подключить сабвуферу и все смотреть очень качественный звук hdmi выход для современных телевизоров и с карт так что с картами очень мало наблюдал т2 приставок так что вот какой у него плюс белый цвет с карт выход ну такой красивый дизайн что мне очень нравится сейчас посмотрим подключу к розетке посмотрим какого цвета здесь панель этого тюнера и потом пойдем к телевизору подключаем наше питание и включаем розетку так и вот так он включается сейчас мы поднимем этот ключик видите такая зеленая кнопочка включилась . зеленая вот это я вы нажал кнопку выключить он выключился и включаем и светится вот такой зеленый сигнал окно вот так что пойдем к телевизору и посмотрим как он ловит какое меню я сам еще его не подключал так что буду изучать его меню вместе с вами так что поехали к телевизору итак подключаем этот тюнер к телевизору и посмотрим сейчас какое у него меню как он включается и так вот такая заставочка alma thd и вот ждем включения так для включения у нас видим сразу уже стоит и язык русский регион я думаю можно на любом регионе ловить канал и нажимаем поиск каналов и сейчас мы отсканируем сразу каналы и посмотрим как она стране сканируется как она найдешь какие здесь каналы будут он сканирует каналы вот уже видите уже пошли здесь меню если у вас комнатная антенна и вышка рядом можно сразу сканировать если вас вышка находится далеко где-то вы заходите за городом и в каком-то отдаленном населенном пункте нужно в меню включить активация антенны сейчас канал отсканируется я вам покажу где что включается как что вот видим такое меню не похожая немножко на другие тюнера европейский бренд поэтому но немножко отличается но об этом тюнере очень много говорят что он хороший качественный сигнал держит но сейчас мы все проверим что здесь это сканируется какие каналы что и где так видим уже сканирование доходит до окончания сейчас она посмотрим и поклацаем меню покажу что как включается это уже как бы может так каналы найдены поддерживаем и вот уже пошел сигнал видите все идет как бы картинка идет хорошая картинка мне нравится очень хорошо он показывает переключается видите как он сейчас нажмем с первого канала который здесь и вот сигнал хороший картинку держит отлично принципе мне нравится как оно все работает каналы отсканировалась но сейчас пройдемся по меню меню у нас идет вот первое сразу видим список каналов здесь наживать и здесь есть редактор можно выставить каналы фавориты красной кнопкой это удаление канала нажимаем а например два одинаковых канала и нажимаем красную кнопочку и он пароль надо еще ввести чтобы сделать действие и вот замок а так замок закрытый канал потом когда переключаться и будет только один например вот этот канал сохраняем пока нет я так настройки делаем дальше токси зеленой кнопкой у нас а переименование канала желтое передвигать и как вам нравится какой первый какой второй и красный это редактор каналов дальше что у нас есть меню это список радио канала ну канала радио у нас и нет else lcn это можно включить и каналы будет сортироваться как и дать идет она программно с вышки т2 или если его выключить можно на свое усмотрение потом выставлять и это тип канала дальше следующее это режимы настройки здесь и автопоиск ручная настройка регион ну стоит гана но можно там выбрать какой-то из посмотрим без колумбия дании вьетнам таиланд марокко пакистан дополнительные юка это наверное великобритания германия франция италия испания россия польша греция чехия словакия это питание антенны если у вас наружная антенна с усилителем нужно включить если внутренняя антенна комнатная бы выключить ну меня наружная поэтому я включаю и сканировать только автова до или обычные каналы дальше следующее меню это у нас выставление языка нужно русский первый аудио русский кто который но здесь язык субтитров теле текст и показ субтитров если поддерживается канала нужно включить и будут канал идти с субтитрами следующий раздел это опции этого система можно вот выбрать пол вот я нажал переключить нтс или можно поставить пол видео картинка 1080 1080 ай здесь есть сейчас посмотрим 1080p в кого как телевизор какой поддерживает можете выставить и 576 а их уже картинка немножко уже поставлю 1080p режим аспекта это авто видео эффект стандарт выход аудио с карт выход вот если у кого телевизоры со с картом можно здесь настроить и когда включаете телевизор и сразу же будет включаться тюнер без переключения это очень удобная функция аудио вот такие функции дальше у нас вот следующее меню это часовой пояс можно выставить где вы находитесь летнее время включить но это уже каждый под себя настроить следующее меню это режим у нас идет информация системе вот версия прошивки кстати прошивки тоже можно найти на сайтах и с помощью есть by накопителя установить обновить прошивочку дальше у нас заводские установки это сброс на заводские установки родительский замок установка таймера вот это в среде установки сейчас она вышла вот это можно задержку меню я всем но можно поставить там 5 прозрачность меню видите выставить какая 0 ставим чтобы уже была она по красоте мне так он более нравится так загрузка из флешки программные по ум можно найти установить и вот его загрузка на это то если на каких-то частотах есть это если какому-то пиратом был привязан это можно обновлять и вот последнее это мультимедийный центр здесь можно прослушать музыку с флешки фотографии фильмы и записывать телепередачи на флешку или какой-нибудь избе накопитель там внешний жесткой диска еще и вот настройки тоже этой записи в этом тюнере или в этой прошивке интернета функции нет вай фай он не подключается это китайцы любят пичкать все чтобы было по максимуму а здесь европейский тюнер он предназначен для качественного показа качественной картинки чтобы все было качестве качество картинки мне вообще нравится она обалденная ну этот тюнер сделанный для картинки поэтому интернет функции него нет но картинка как вы видите хороший может камера не передает этого всего но мне картинка нравится поэтому тюнер как для просмотра т2 каналов он очень подходит очень хороший поэтому могу его советовать вот такой был обзорчик такого интересного тюнер к необычного белого цвета который имеет с карт выход для старых телевизоров потому что очень много и жалуются что нет такого выхода на тюнерах только тюльпаны или hdmi а вот кому есть этот выход я вам советую к нему приглянуться и хороший тюнерок так что всем спасибо за просмотр в будущем еще буду знакомить вас с новыми моделями тюнеров будут еще и распаковки с китайских сайтов так что подписывайтесь на канал оставайтесь со мной и всем пока пока до новых встреч